привет на улице пойдем немножко прогуляемся приехали сада от врача сколько вот у раз уже убеждаю что нафиг ходить вообще в эти поликлиники это какой-то просто кошмар я сходила к двум врачам у меня были талоны с разницей 40 минут в итоге я просидела почти два часа к одному и к второму в совокупности причем что людей там практически нету и лор меня почитала по полной маленькую девочку я терпеть не могу приходишься начинают а что ты это почему так почему не так вот я не ходила еще столько столько же бы не ходила из того что она мне сказала я так знала все сама но и говорит возьмите 5 талонов ходите ко мне на промывание но вы смеетесь вы мне тут отсчитываете как непонятно кого я буду ходить вам на какие-то промывания при том что приходите совсем своим со всеми лекарствами со всеми этими флорги кистильными всем прочим спасибо все хорошо короче говоря а было собрание еще на прошлой неделе родительская саду на повестке дня вопроса готовности детей к школе чуть пришло конечно пара человек но из тех кто пришел все хотели остаться на второй год и значит заведующая зачитывала там кто-то приказ не знаю министерство образования или кого о том что сейчас дети идут в школу 6 лет и на второй год значит остаются дети которые не идут по возрасту то есть на момент 30 на момент 30 сентября и мне то 6 лет они остаются потом остаются дети которые часто болели часто пропускали у них есть документ который подтверждает то что им нужно пройти ну скажем так пройти повторно план обучения и все ну либо вот заключение с краев как у нас допустим мы имеем право остаться несмотря на то что захару будет 7 лет но мы оставаться не будем потому что во первых любом случае мы переводим документы уже на другой район мы не сможем остаться в этом саду скорее всего это 1 автор я не планирую тут у нас бусы ки живут еще не прилетели наверно у нас получается два варианта развития событий значит либо мы идем в школу все таки либо мы год будем заниматься как бы самостоятельно вот там где мы ходим сейчас на подготовку к школе там есть значит моя первая школа что-то такое можно туда ходить да и вообще сейчас частных центров куча жалко вот что закрыли конечно частные школы многие хотели пойдем туда мы посмотрим что там прогуляемся многие родители говорили что хотели остаться что хотели пойти в частную школу но так как закрыли вот хотели бы остаться наверное на год многие говорят что дети не готовы и психологически и эмоционально но мне кажется что большинство родителей не готова потому что есть такие которые вы выразились на собрании им неудобно что ребенок будет ходить в школу что он будет приходить раньше домой что нужно заниматься уроками что у него будет больше свободного времени на гаджеты и прочее как то так поэтому у нас сейчас все будет зависеть все будем проходить обследование в частном центре нейро нейропсихологическое стоит она не дешево после этого пойдем за крае что нам там скажет в общем и целом немножко будет зависеть наше решение от этих исходов вот но я как бы целом настроена на школу не знаю у нас все споры ведут ой весна пришла весна пришла китики попросыпались вылазили греются пошли прямо пойдем тупо такой тут есть не знаю сколько ему лет грамотный конечно деревня желает уже дачники приезжают плюс ко всему сказали что будет в саду ремонт я планировала что он еще походит летом сад потому что моя нервная система не выдержит три месяца будет ремонт практически весь июль и конечно же педагоги рекомендуют деткам отдохнуть поэтому заранее подумайте о родственниках бабушки дедушки братья сестры кому вы оставите детей если вы не можете сами я говорю хорошо вот я сейчас не работаю да ну как я работаю но не каждый день как быть таким как я у меня нету родственников у нас есть одна единственная бабушка это работает ну и что мне делать ну дети будут ходить другой сад ну понятно конечно но просто нам намекнули на на то что это не наши проблемы ваша жизненная ситуация ну конечно и денег то не бросит будете ходить другой сад ну как то так и значит опять начинается тема с подарками нам прямо намекнули на то что нужно заменить окно в подарок саду в родительском комитете уже скинули примерную стоимость значит окошко обойдется плюс-минус полторы тысячи рублей на 25 человек до налево без выпускного без подарков учителям без подарков воспитателям прочим-прочим плюс давайте поздравлять значит воспитатель нянечки понятно все остальные преподаватели музыка физкультура что там хореография рисование поварихи канцелярши еще кого-нибудь тоже надо поздравить не знаю но адекватных вроде как больше сказали налево сказали нет спасибо окно пожалуйста за счет бюджета либо покупаем какой-то небольшой подарок какой-то там может быть пылесос вот им нужно и дарим нормальные подарки воспитателям либо я не знаю чем дело закончится потому что я явно не собираюсь давать деньги на это окно мы проходили в этот сад в лучшем случае полгода как здорово вот молодцы вывозят кирпичики свои в поле хорошо придумали поэтому такие дела начинается пасха радовница все убирать приезжает уже потихонечку ой нам тоже надо будет ехать саду меня вообще никакой нет потому что все потом потом оказывается уже конец марта уже и поздно я не сильно расстраиваюсь чем отдавать столько денег как я в том году отдала по три по четыре раза покупать их по три по четыре раза покупать семена землю не дешевле либо готовый кустик купить либо пять килограмм помидор тот дом вырос уже давно мы тут не гуляли увидел свою любимую машину наверное я не знаю я не разбираюсь них на кто-то унес не может она уехать да получается так еще у людей сложила два на этом даже причем они не старенькие новенькие были печально на два парняка и они даже совсем не старенькие по цвету тут тоже вот у людей крышу сложила стеклянно ретро там дальше списывать березовый сачок уже прямо в пакет огромные пошел дело лабиринт ну иди здесь типа купали провожают праздную я стою тут такой кусочек свислочи но я не собираюсь купать купаться конечно нельзя но прощается до наши улицы пока что пусто грустно тут вот один сосед приехал остальные пока нет ты куда пошел нас как-то один год или два оставалось много соседей одни вторые третьи а последнего два года это что-то как-то мы наши соседи ты туда я дамы с тобой все это хорошо единственный минус жизни деревни нету магазина под боком на есть хорошие соседи с большими запасами поэтому пойдем сейчас делать уроки в школу бабушки надо съездить сегодня позвонила и должны были вроде как снять гипс не сняли сказали ходите еще неделю она вся расстроилась потому что сейчас рассады сейчас надо по кладбищам ездить туда-сюда с одной рукой неудобно ой вообщем то а с мужчинами в нашей семье как-то не удалось никого нету чтобы помогали сильно поэтому захар у нас вообще без бабушек без дедушек одна бабуля вот моя мама и все две прабабушки с одной мы не общаемся практически по линии отца так же как и с отцом через пару дней четыре года как мы не общаемся выбрал хорошую жизнь алкоголь очередную мандам бросил своих двоих двух детей зато там содержит двух чужих ни в жизни ничем не помог только нагадил как бы там не говорили разные психологи психиатры вы должны простить своих родителей чтобы они не сделали как бы они не поступили никогда не прощу ни в жизни ни за что после таких слов которые он говорил мне и зацепил еще и моего ребенка отдельный котел приготовлен сам бы он не додумался но попавший под влияние вот такой леди он переругался со всеми родственниками и остался один с голой жопой простите без детей без внуков без никого зато жена шикарная очередная не знаю какая по счету я очень надеюсь что это все вернется а трогать ребенка извините которому два года и которая не имеет вообще отношения к конфликту ну да даже я не сильно имела отношение к этому конфликту меня зацепила скажем волной ну это уже последнее просто насколько надо быть нелюдем чтобы говорить что чтобы говорить что я спалю дом с твоим ребенком я уже молчу про оскорбление которое они говорили обидно противно ничего в жизни не дал кроме семечки своей и разочарование поэтому так бы был хоть один дедушка так нету ни одного вот нам бабуля моя родом из деревни бабуля моя со столбцовского района с колосово поэтому нам надо будет ехать туда там ее родители братик бабушки дедушки все там повезем ее а второй дед я его даже не видела он погиб очень молодым когда отцу было наверное лет 9 по-моему что-то такое ну короче он был маленький я его даже не видела но я езжу туда стараюсь так что я хочу я хочу я хочу диться от облак ну батут пойдешь не не будем делать теперь ты меня качай давай не надо качай меня тяжело не могу не можешь бедняжка ну что пойдем делать уроки уже с тобой как не надо как ты завтра в школу пойдешь без уроков я взяла к маме там сидела пару часов пересматривала фотографии забрала у нее одну фотографию что за песня вообще это я не знаю сколько тут мне лет ну короче таки молоденькие родители а вот я типа вот в возрасте захара да да ваня говорит что он на меня не похож мне кажется одно лицо если честно у него правда чуть-чуть такое как вытянутая у меня такое круглое больше а так в целом ну одно лицо вот еще у меня есть тут фотография я похожа на маму вот прям очень сильно такую штуку я купила очень удобно вот я записываю такой вороний как я очень хорошо она стирается вот такие два маркера было и где-то еще такая вот губочка она тоже на магнитике прекрасно все стирается очень мне нравится потому что я вообще голова два уха еще мне к 8 марта подарили такую вот штуковину это вакууматор стоит он недорого он что-то порядка 25 рублей на валберис в комплекте были вот такие пакетики но я решила попробовать заказать дополнительно там всего лишь 10 штучек в общем заказала вот такой рулон то есть вы отрезаете сколько вам надо очень удобно но почему-то он не хочет в эти пакеты вакуумировать не знаю в чем причина они конечно чуть-чуть другие они как-то более как будто плотные чем эти в общем не знаю но имейте в виду если вдруг захотите себе что вот такие почему-то не воспринимают не вакуумируют вот штука конечно прикольная особенно летом всякие заморозки у меня тут стоят орехи мы сейчас не едим так я сейчас сюда закину на зиму какие-то заморозочки делать очень удобно меньше места занимает в холодильнике я раньше складывала в зип пакет а сейчас вот будем ягодки раз два ну конечно китайский и не очень дорогой но так готово три секунды и готово раз вот пожалуйста прикольно короче мне понравилось их там сейчас навалом всяких разных есть два от двадцати до тридцати рублей можно найти в среднем стоит двадцать три двадцать пять рублей можно просто запаивать если вот если сюда нажимаете просто запаивает пакет на большую кнопочку это он вакуумирует и запаивает это забрасывать вакуум вот такая короче ступка мне понравилось что были для главы семейства духовка маленькая я вчера сделала одну порцию доделал меня было четыре филе я их разрезала отбила посолила поперчила и добавила сушеный чеснок все больше ничего не добавляю выкладываем выкладываем дальше мы отправляем сюда не очень вкусный аналас нормальный как бы но бывает и лучше следом сыр я тоже вчера нарезала я еще иногда беру такими квадратиками для ну как и для бургеров типа быстрее получается все чуть-чуть майонеза или можно сметаны сверху добавить и в духовочку где-то вверх вниз я включаю на сто семьдесят градусов примерно минут на сорок тридцать вот и все вкусняшка получается